Добрый день! С вами Антон Самсонов, PJ и Гольф Профессионал. Сегодня мы с вами в это Рождество поздравляем, конечно, всех с праздником. Мы в солнечном боку. В прямом смысле этого слова. Температура 10 градусов. И сегодня я, Эльшан Гулеев, также гольф-профессионал в Dreamline Golf, расскажем вам более подробно, как важно правильно ставить все-таки и контролировать позицию своего мяча. Очень часто на коротких клюшках, питч, девятка, мы все равно оставляем ее по центру. Мы посмотрим, используя FlightScope и V1, как это будет сильно влиять, чтобы вы, когда тренировались, не делали этих ошибок. Ну что же, мы с вами будем использовать сегодня нашу студию IMG Performance Studio. Еще более подробно вам все расскажем. И давайте посмотрим несколько этих ударов. Ну что, мы здесь в Dreamland IMG Studios. Эльшан. Здравствуйте, добро пожаловать в наш гольф-плуб Dreamland в Азербайджан. Меня зовут Гулеева Эльшан. Я здесь работаю уже два года. Помогаю развитию гольфа в Азербайджане. Буду помогать вам советами про гольф. Вы можете показать несколько ударов, какие ошибки обычно мы делаем. То есть, мы часто ставим мячик. Сейчас мы ставим мяч посерединке. Совершенно верно. Да. Итак, мы увидим также на видео, что обычно у нас часто бывает, когда мячик прямо по центру. То есть, не то, что мы хотим видеть на нисходящих низких ударах. Итак, Эльшан, сделайте, пожалуйста, удар. Итак, здесь на V1 мы сейчас видим, что у Эльшана мяч больше по центру. Итак, Эльшан, пожалуйста, сделайте удар. То есть, может быть, да, и хороший по характеристикам. Немного левее флайтскоп нам здесь показывает. Теперь я поставлю мяч ближе к своей правой ноге, чтобы полет мяча был более нисходящий. Да, ну хорошо, Эльшан. Итак, значит, мы смотрим по траектории. Полет мяча должен быть чуть более высоким. Да, угол атаки мы потом еще с вами посмотрим на видео. Должен быть более нисходящий. Итак, пожалуйста, Эльшан. Ближе к правой ноге. Хорошо, Эльшан, удар. Отлично. Сейчас посмотрим, сравним с вами предыдущие пару ударов. Итак, мы видим, что на первом видео у Эльшана по центру удар нисходящий на 6 и 7 градусов. Хотя первые пару ударов, видите, все равно они немножко более такие горизонтальные. На следующих ударах, когда мы будем это видеть, если мы здесь выбираем с вами Table of Shots, то есть тут мы увидим, что, конечно, уже Эльшан очень-очень старался, чтобы показать нам максимальный угол. То есть вот он 14 и 6. То есть, что всегда тренируемся с лайм и стик, это очень-очень важно. Так, Эльшан, так что же это в итоге будет помогать студентам? Будет помогать студентам в первую очередь расположение мяча, ball position. То есть, если мы будем ставить мяч ближе к своей правой ноге, то есть таким образом будет получаться эффективный удар, будет меньше, как говорится, топ-шотов, то есть не будем попадать сверху и будет хорошая компрессия мяча. Да, хорошо. Итак, пожалуйста, продемонстрируйте. Итак, ближе к правой ноге. Как бы это нам странно с вами не казалось. Угу. Хорошо. Итак, очень важный момент, который мы должны помнить. Когда вы тренируетесь на рейнде, особенно девятка, pitch, send, ни в коем случае не ставим ближе к левой ноге, по центру. Я знаю, обычно это должно помогать нам с вами поднять мяч вверх. Но здесь мы хотим избежать всех ударов так называемого ребром. Мы хотим, чтобы вы попали по нисходящей траектории. Сейчас мы видели с вами на форсайт различные эти углы для того, чтобы траектория была лучше. И сейчас я вам покажу несколько ударов с травы на рейнде, чтобы еще разочек вы увидели и знали, как это тренировать. Ну что же, многие из нас делают ошибку. Девятка, pitch, send, не дай бог, мяч по центру. И получается, мы стараемся еще его поднять и ребром попадаем. В тот момент, когда вес на самом деле должен быть на левой стороне, для того, чтобы траектория прихода, как мы видели, была в землю. Был хороший четкий контакт. Как мы можем это тренировать с вами на рейнде? Поставьте тишечку чуть-чуть позади мяча. И когда вы делаете удар, вы не должны ее задеть. Поэтому, делав удар печом или sendом, вы получаете диват уже после мяча. Если у вас есть импэк-горд, они во всех клубах есть для клапфитинга, вы можете положить эту доску и также использовать это упражнение для хорошего контакта короткими клюшками. Можете даже посмотреть, насколько у вас хороший угол прихода. Если на замахе вы ее задеваете, но я уже не говорю про удар, вы услышите этот звук, который будет говорить, что что-то не так и нужно тренировать. Импэк-борд, мячик, вот. То есть, когда мы делаем удар, мы приходим здесь, ни в коем случае не задеваем с вами. Так, вот вы прицелились. Контакт, диват после. Итак, чуть ближе к правой ноге, положили доску, чтобы не было удара. Одна имитация, на которой вы проверяете, что диват после вашего мяча и вперед на тренировку. Замах, удар. Итак, посмотрите. Эльшан, помоги мне, пожалуйста. Вот он наш с вами контакт. Откуда пошел диват? То есть, только впереди. Если бы здесь стояла тишечка, вы ее не задели, но вы всегда бы увидели, где у нас произошел контакт. Это поможет нам получить легкое чувство хорошего удара. Все ваши мячи будут подниматься вверх, вместо того, чтобы лететь там вправо или попадать ребром, и вы оказывались за грином в каким-нибудь проблемах, бункер или вода. Поэтому вот эти нюансы, конечно, правильно нужно тренировать. Помните, если вы не можете тренировать это на настоящей траве, положили с вами доску, и то также вы тренируете это с мата, чтобы вы задевали ее уже после. Ну что же, спасибо вам большое, что сегодня посмотрели наш урок. Я и Эльшан будем ждать вас в Dreamland в Баку. Приезжайте, погода в январе... Ну, в феврале, говорят, еще может быть так чуть прохладно. Март, апрель вообще идеальный будет месяц для того, чтобы потренироваться. Всего лишь 3 часа, и вы здесь в солнечном Баку. Поиграем, потренируетесь, узнаете новые моменты по игре патам, по короткой игре на 18 лунах Die Championship Course, ну и, конечно же, немножко более технических таких моментов. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за нашими обновлениями, советами в Инстаграме и в Ютубе, и, конечно же, приезжайте в гости. Всего лишь 3 часа из Москвы, да и вообще, в принципе, не так уж далеко. Виза россиянам, как знаете, не нужна. Поэтому я, Ильшан Гулиев, ждем вас здесь, в Dreamland Golf. Ну что же, Ильшан, спасибо вам. Я надеюсь, что понравился сегодняшний наш урок. Будем рады помогать вам в будущем. Спасибо. 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 Спасибо.